На первый взгляд, это обычная стоматологическая клиника. Но это не так. Её открыли на территории стадиона Укасун. И обслуживать она будет только хоккеистов. «Стоматологи пройдут специальные тренинги, чтобы узнать, какие травмы бывают у хоккеистов и как оказывать первую помощь при них». В этой клинике будут делать простые операции. Если понадобятся более сложные, то пациентов будут направлять в специализированную больницу в трёх минутах езды от стадиона. Кроме стоматологов, в медицинском центре на стадионе Укасун будут и другие специалисты. «Врачи очень опытные из лучших больниц Пекина. Перед играми они пройдут краткосрочные курсы, чтобы понимать, как и чем смогут помочь при необходимости». Также на стадионе будет расположен травмпункт, кабинет компьютерной томографии и кабинет для консультации. Кроме того, будут дежурить пять бригад скорой помощи. «Зимой чаще появляются респираторные заболевания. Мы приняли превентивные меры, чтобы не допустить их распространения. Установили разделители, а в кабинеты каждый раз будет заходить только один пациент». Строгие противоэпидемические меры будут действовать и в зонах общепита. Стадион на протяжении игр будет работать в режиме замкнутого цикла. Там будет организовано питание для более чем двух тысяч сотрудников стадиона, официальных лиц и представителей СМИ. Для спортсменов готовить будут в Олимпийской деревне. «Разработан очень строгий протокол доставки пищевых продуктов и обработки использованной посуды. Мы будем очень внимательно следить за его исполнением». Как любят говорить в Китае, безопасность превыше всего. Другая важная задача – познакомить гостей с местной культурой, в том числе с китайской кухней. «Олимпиада начнётся во время празднования Нового года по китайскому календарю. И это отличное время, чтобы познакомить иностранных гостей с нашей традиционной кухней. Будут и пельмени, и шарики из клейкового риса Таньюань, которые мы будем предлагать гостям, чтобы познакомить их с нашими обычаями». Новый год по лунному календарю в 2022-м наступит 1 февраля. Официальные выходные по этому поводу продлятся до 6-го включительно. А Олимпийские игры стартуют 4 февраля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова